Псалом 37. Псалом Давида. Воспоминание. Господи, не в ярости Твоей обличай меня, и не во гневе Твоем наказывай меня, ибо стрелы Твои вонзились в меня, и рука Твоя тяготеет на мне. Нет целого места в плоти моей от гнева Твоего, нет мира в костях моих от грехов моих, ибо беззакония мои превысили голову мою, как тяжелое бремя отяготели на мне. Смердят, гноятся раны мои от безумия моего. Я, Сагбен, и совсем паник, весь день сету я хожу, ибо чресла мои полны воспалениями, и нет целого места в плоти моей. Я изнемог и сокрушен чрезмерно, кричу от терзания сердца моего. Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя. Сердце мое трепещет, оставила меня сила моя и свет очей моих, и того нет у меня. Друзья мои и искренние отступили от язвы моей, и ближние мои стоят вдали. Ищущие же души моей ставят сети, и желающие мне зла говорят о погибели моей, и замышляют всякий день козни. А я, как глухой, не слышу, и как немой, который не открывает уст своих. И стал я, как человек, который не слышит и не имеет в устах своих ответа. Ибо на Тебя, Господи, уповаю я, Ты услышишь, Господи, Боже мой. И я сказал, да не восторжествуют надо мною враги мои. Когда колеблется нога моя, они величаются надо мною. Я близок к падению, и скорбь моя всегда предо мною. Беззаконие мое я сознаю, сокрушаюсь о грехе моем. А враги мои живут и укрепляются, и умножаются ненавидящие меня безвинно, и воздающие мне злом за добро, враждуют против меня за то, что я следую добру. Не оставь меня, Господи, Боже мой, не удаляйся от меня. Поспеши на помощь мне, Господи, Спаситель мой. Деяния святых апостолов Глава девятая Савл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы кого найдет последующих сему учению, и мужчин, и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему, «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он сказал, «Кто ты, Господи?» Господь же сказал, «Я, Иисус, которого ты гонишь, трудно тебе идти против вражна». Он в трепете и ужасе сказал, «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь сказал ему, «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать». Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя. Савл встал с земли и с открытыми глазами никого не видел, и повели его за руку и привели в Дамаск. И три дня он не видел, и не ел, и не пил. В Дамаске был один ученик именем Анания. И Господь в видении сказал ему, «Анания!» Он сказал, «Я, Господи!» Господь же сказал ему, «Встань и пойди на улицу, так называемую прямую, и спроси в Иудином доме Тарсянина по имени Савла». Он теперь молится. И видел в видении мужа именем Ананию, пришедшего к нему и возложившего на него руку, чтобы он прозрел. Анания отвечал, «Господи, я слышал от многих о семь человеке, сколько зла сделал он святым Твоим в Иерусалиме, и здесь имеет от первосвященников власть вязать всех, призывающих имя Твое». Но Господь сказал ему, «Иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое перед народами и царями и сынами Израилевыми, и я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя Мое». Анания пошел и вошел в дом, и, возложив на него руки, сказал, «Брат Савву, Господи Иисус, явившийся Тебе на пути, которым Ты шел, послал меня, чтобы Ты прозрел и исполнился Святого Духа». И тотчас как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел, и, встав, крестился и, приняв пищи, укрепился. И был Савву несколько дней с учениками в Дамаске. И тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что он есть Сын Божий. И все слышавшие дивились и говорили, «Не тот ли это самый, который гнал в Иерусалиме призывающих имя сие, да и сюда затем пришел, чтобы вязать их и везти к первосвященникам?» А Савву более и более укреплялся и приводил в замешательство иудеев, живущих в Дамаске, доказывая, что сей есть Христос. Когда же прошло довольно времени, иудеи согласились убить его, но Савв узнал об этом умысля их. А они день и ночь стерегли у ворот, чтобы убить его. Ученики же ночью, взяв его, спустили по стене в корзине. Савв прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам, но все боялись его, не веря, что он ученик. Варнава же, взяв его, пришел к апостолам и рассказал им, как на пути он видел Господа и что говорил ему Господь, и как он в Дамаске смело проповедовал во имя Иисуса. И пребывал он с ними, входя и исходя в Иерусалиме, и смело проповедовал во имя Господа Иисуса. Говорил также и состязался с еленистами, а они покушались убить его. Братья, узнав Асем, отправили его в Кесарею и припроводили в Тарс. В церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарее были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении от Святого Духа умножались. Случилось, что Петр, обходя всех, пришел и к святым, живущим в Лидде. Там нашел он одного человека именем Энея, который восемь уже лет лежал в постели в расслаблении. Петр сказал ему, Эней, исцеляет тебя Иисус Христос, встань с постели твоей. И он тотчас встал. И видели его все, живущие в Лидде и в Сароне, которые и обратились к Господу. В Иопии находилась одна ученица именем Тавифа, что значит «серна». Она была исполнена добрых дел и творила много милостынь. Случилось в те дни, что она занемогла и умерла. Ее омыли и положили в горнице. А как Лидда была близ Иопии, то ученики, услышав, что Петр находится там, послали к нему двух человек просить, чтобы он не замедлил прийти к ним. Петр, встав, пошел с ними. И когда он прибыл, ввели его в горницу. И все вдовицы со слезами предстали перед ним, показывая рубашки и платья, какие делала серна, живя с ними. Петр выслал всех вон и, преклонив колени, помолился и, обратившись к телу, сказал «Тавифа, встань!» И она открыла глаза свои и, увидев Петра, села. Он, подав ей руку, поднял ее и, призвав святых и вдовиц, поставил ее перед ними живою. Это сделалось известным по всей Иопии, и многие уверовали в Господа. И довольно дней пробыл он в Иопии у некоторого Симона Кожевника. Исход Глава 23 Не внимай пустому слуху, не давай руки твоей нечестивому, чтобы быть свидетелем неправды, не следуй за большинством на зло и не решай тяжбы, отступая по большинству от правды. И бедному не потворствуй в тяжбе его. Если найдешь вола врага твоего или осла его, заблудившегося, приведи его к нему. Если увидишь осла врага твоего, упавшим под ношею своею, то не оставляй его, развьючь вместе с ним. Не суди привратно тяжбы бедного твоего. Удаляйся от неправды и не умершляй невинного и правого, ибо я не оправдаю беззаконника. Даров не принимай, ибо дары слепыми делают зрячих и превращают дело правых. Пришельца не обижай. Вы знаете душу пришельца, потому что сами были пришельцами в земле египетской. Шесть лет засевай землю твою и собирай произведение ее, а в седьмой оставляй ее в покое, чтобы питались убогие из твоего народа, а остатками после них питались звери полевые. Так же поступай с виноградником твоим и с маслиною твоею. Шесть дней делай дела твои, а в седьмой день покойся, чтобы отдохнул вол твой и осел твой, и успокоился сын рабы твоей и пришлец. Соблюдайте все, что я сказал вам, и имени других богов не упоминайте, да не слышится оно из уст твоих. Три раза в году празднуй мне, наблюдай праздник опресноков, семь дней ешь пресный хлеб, как я повелел тебе, в назначенное время месяца авива, ибо в он нам ты вышел из Египта, и пусть не являются пред лице мое с пустыми руками. Наблюдай и праздник жатвы первых плодов труда твоего, какие ты сеял на поле, и праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою. Три раза в году должен являться весь мужеский пол твой пред лице владыки Господа. Не изливай крови жертвы моей на квасное, и туг от праздничной жертвы моей не должен оставаться до утра. Начатки плодов земли твоей приноси в дом Господа Бога твоего. Не вари козленка в молоке матери его. Вот я посылаю пред тобою ангела хранить тебя на пути и ввести тебя в то место, которое я приготовил. Блюди себя пред лицем его, и слушай гласа его, не упорствуй против него, потому что он не простит греха вашего, ибо имя мое в нем. Если ты будешь слушать гласа его и исполнять все, что скажу, то врагом буду врагов твоих и противником противников твоих. Когда пойдет пред тобою ангел мой и поведет тебя к амореям, хитеям, ферезеям, хананеям, евеям и иевусеям и истреблю их, то не поклоняйся богам их и не служи им и не подражай делам их, но сокруши их и разруш столбы их. Служите Господу Богу вашему и Он благословит хлеб твой и воду твою и отвращу от вас болезни. Не будет преждевременно рождающих и бесплодных в земле твоей. Число дней твоих сделаю полным. Ужас мой, пошлю пред тобою и в смущение приведу всякий народ, к которому ты придешь и буду обращать к тебе тыл всех врагов твоих. Пошлю пред тобою шершней и они погонят от лица твоего Евеев, Хананеев и Хитеев. Не выгоню их от лица твоего в один год, чтобы земля не сделалась пуста и не умножились против тебя звери полевые. Мало по малу буду прогонять их от тебя, доколе ты не размножишься и не возьмешь во владение земли сей. Проведу пределы твои от моря черного до моря филистимского и от пустыни до реки, ибо предам в руки ваши жителей сей земли и прогонишь их от лица твоего. Не заключай союза ни с ними, ни с богами их. Не должны они жить в земле твоей, чтобы они не ввели тебя в грех против в меня, ибо если ты будешь служить богам их, то это будет тебе сетью. Исход глава 24. И Моисею сказал он «Взойди к Господу ты и Аарон, надав и Авиуд, и семьдесят из старейшин Израилевых, и поклонитесь издали». Моисей один пусть приблизится к Господу, а они пусть не приближаются и народ пусть не восходит с ним. И пришел Моисей и пересказал народу все слова Господни и все законы и отвечал весь народ в один голос и сказали «Все, что сказал Господь, сделаем». И написал Моисей все слова Господни и, встав рано поутру, поставил под горою жертвенник и двенадцать камней по числу двенадцати колен Израилевых и послал юношей из сынов Израилевых и принесли они все сожжения и заклали тельцов в мирную жертву Господу. Моисей, взяв половину крови, влил в чаши, а другою половиною окропил жертвенник. И взял книгу завета и прочитал вслух народу и сказали они «Все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны». И взял Моисей крови и окропил народ, говоря «Вот кровь завета, который Господь заключил с вами о всех словах сих». «Потом взошел Моисей и Аарон, надав и Авиуд, и семьдесят из старейшин Израилевых, и видели Бога Израилева, и под ногами его нечто подобное работе из чистого сапфира, и как самое небо ясное. и он не простер руки своей на избранных из сынов Израилевых. Они видели Бога и ели и пили. И сказал Господь Моисею «Взойди ко мне на гору и будь там, и дам тебе скрижали каменные и закон и заповеди, которые я написал для научения их». И встал Моисей с Иисусом служителем своим, и пошел Моисей на гору Божию, а старейшинам сказал «Оставайтесь здесь, доколе мы не возвратимся к вам. Вот Аарон и Ор с вами, кто будет иметь дело, пусть приходит к ним». И взошел Моисей на гору и покрыло облако гору. И слава Господня осенила гору Синай и покрывало ее облако шесть дней, а в седьмый день возвал Господь к Моисею из среды облака. Вид же славы Господней на вершине горы был пред глазами сынов Израилевых как огонь поедающий. Моисей вступил в середину облака и взошел на гору. И был Моисей на горе сорок дней и сорок ночей. Моисей на вершине на вершине Продолжение следует...